Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболу до жизни, это продолжение нашей карьеры за Барселону. Итак, сегодня у нас два соперника, хотя матча будет три. Первый матч это против Ливанте в чемпионате Испании, второй и третий матч это против Бейса, но один в Кубке, у нас четвертьфинал Кубка Испании и дальше у нас очередной тур чемпионата Испании. Вот, сейчас у нас отрыв от второй и третьей строчки всего лишь в одной очко, надо нам увеличивать, не проигрывать. Второй состав у меня не готов играть против Ливанте, поэтому мы сыграем первым, надеюсь в Кубке Испании второй состав у меня покажет себя с лучшей стороны. Ну, и мы начинаем сразу, не затягивая, легендарный уровень сложности, стадион облачно, поехали. Итак, Кампноу готов, первый состав сегодня играет против Ливанте, потому что второй немного подустал, решил просто сейчас разнести Ливанте дома. Надеюсь, что это будет так, ведь наши ожидания, наши проблемы. Жезус в центре поля, поехали. Сауль, хорошо, Жезус. И на Гризмана, отлично, 31-го минута Антуан Гризман открывает счет. Вот, 1-0 Барселона в матче против Ливанте. Гольбу отдал Габриэль Жезус. Хорошо получилось сейчас пробить Гризману. И отлично. Барс идет к очередному, к очередной победе, к очередному, наверное, все-таки разгрому. Ну, здесь вот, посмотрите, как круто. И левой ногой, хотя с этой позиции, наверное, все-таки надо было бить правой, но Гризман все равно в касании. Так, пыром, наверное, все-таки пробил. И это очередной матч, очередная, наверное, будет победа к нашему чемпионству, к первому чемпионству в Испании для нас. 8 забитых мячей у Гризмана. Вот это вот опасно. И мы пропускаем практически сразу, 3-6 минута. Роджер, наверное, так правильно будет, забивает нам. Хотя и на ворот и стоит Терштеген. Не понимаю, здесь, ну, здесь, да, наша ошибка, но в касании практически, можно сказать, за штрафной, там буквально метр. Зашел он в штрафную и пробил в касании. Терштеген не потащил. Для него это четвертый гол. Ну, вот это странно. И Жезус, хороший заброс, пошел на Гризмана. Гризман забивает дубль 2-1, 66-ая минута. Отыгрывается Барца, и это супер. Хороший сейчас все разыграли. Жезус записывает на себя очередной ассист. Второй в сегодняшнем матче. Второй дубль Гризмана. Точнее, дубль просто. Второй гол. Француза. Ну, и здесь замечательно. Здесь вот он как раз уже правой ногой не рабочий пробил, попал в шланг. Было опасно. Но все-таки в свой момент Гризман реализовал. Девятый гол. И бежит, бежит сейчас. Левант в атаку. И, конечно, они забивают здесь минут до конца. 2-2. Но это все странно. Борха Майгераль еще. Не могут так они такими пушками лупить. Снова Месси сейчас с мячом. 3 минуты добавлены. Ну, да, да, конечно. Выноситель. 10 секунд здесь остается нам сейчас до конца. Жезус. Жезус 3-2 на последних минутах. Вот так вот все. Поставили на место. Леванто докатали. Все. Потому что это просто нельзя так играть сейчас. Как играет Леванто, это просто вот постоянно этот баг в фифе. Что когда я только начинаю, захожу в карьеру, после паузы, там, в день, в два, я записываю ролики по карьерам. То сразу же первый матч, нам сразу же начинают просто возить соперник. Два мяча никогда бы не забил Леванто Терштегену. Тем более сейчас, когда у нас прошлый выпуск был, это просто матч из сухарей. Ну, отлично. 3-2. Жезус 2 голевые и 1 гол. 3-2 победа Барси. Думал, что уже все потеря очков будет, но нет. Мне кажется, Жезус должен становиться лучшим игроком. У него все-таки... Нет, Гризман все-таки сколько у Жезуса? 9-3, но это рядом, видите. У них прям... Они друг друга на себя сыграют. Ну, Гризман 2 гола и 1 голевая. Тоже неплохо. Так, Гризман стал героем. Сыграл прекрасно, скажем. Барселона не проигрывает. У нас людей следующего раз удачи не понадобится. Все. Ответили на все вопросы. Жезус забил на последних минутах, оформил победу над Левантом. Это Канада. Миранчук прокачался, Артур Чалов немного. Это хорошо. Ну, и сейчас у нас четвертьфинал Кубка Испании. Мне очень хорошо играет в этом турнире второй состав. Поэтому сейчас и мы будем играть. Так, что там, например, по сборной мне вот интересно. Миранчук, например, это Антон. У него 78. Я могу, в принципе, вместо все-таки Дзагоева взять Антона Миранчука. Почему бы и нет. Также там вот Гильервин. Но здесь Акинфеев и Луниев по 7 идей, поэтому, sorry. Никак не получится. Ну, все. Цопник, Зобнин. Нормальный здесь рейтинг. Все, там остальные прям вот такие же и остаются. Играем мы вторым составом против Бетиса на выезде. Четвертьфинала Кубка Испании. Против них нам еще играть в чемпионате. Следующий тур будет. Ну, следующий матч. И Ливень еще и на стадионе. Поехали. Итак, это у нас Марк Бартра. Игрок в Дортмундской Баруси, я помню, играл. И вроде как тоже играл за Барселону. Если я ничего прям не путаю. Могу и путать. Напишите в комментариях, так это или не так-то. Вот, Барселона, Бетис. Переходи, Чалов. Это 1-0 Федор Чалов. Странно, переходите из одного клуба этого же чемпионата, в другой клуб этого же чемпионата. В одном чемпионате играть за два клуба. Ну, это странно, как для меня. Кто-то сейчас может написать, ты же сам переходил в карьере из Наполя в Ювентус. Это, друзья, так сказать, ничего такого. Я говорил, что я не уйду никуда из итальянского чемпионата в этом сезоне. Но вот предложил Ювентус. А если бы я остался, например, в Наполе, да. Я бы там сыграл бы в 1-8 Лиге Чемпионов. Но не получил бы серебряные медали. А так бы только сидел бы с бронзой на Наполе. И вот она, опасный момент. Отлично. Сейчас накрыли. Но вторую надо только попытку уже. Да, Фирпо замечательно сейчас сыграл. Хорошо. Де Йонг. Еще лучше. И на Миранчука. Замечательно без офсайда. Миранчук. И это 2-0. Отлично. Сейчас все мы разыграли быстро. Кстати, ушли в контратаку. И в суперскую распасовку сейчас сыграли. Я думал, сейчас этот пас последней Дембели на Миранчука не пройдет. Но хорошая сейчас атака у нас прям получилась. Комбинационный футбол показали. И отлично Дембели отдает на Миранчука. И тот вторым касанием замечательно в нижний угол переправляет мяч. Ну и здесь забивает очередной гол в Кубке Испании. Четвертый уже. Уверенная победа Барселоны на выезде в Кубке Испании против Бетиса. 2-0. Голы забивали Федор Чалов и Алексей Миранчук. Сейчас узнаем, кто становится лучшим игроком. Но лучше становится все-таки Алексей Миранчук. 9,3 у него оценка. Всего лишь один удар в створ и вообще в целом один удар нанес Бетис поворотом Барселоны. Ну а в параллельном матче Вильяреал обыграет Испаньол 3-1. Выдержали уверенную победу. Горжусь действительно игроками. Хороший второй гол забил Миранчук. Было непросто, скажем и все. И 91 у нас пока что рейтинг тренера. И кстати, Реал Мадрид потерял свои очки. Сейчас у нас 4 очка лидерства над Реалом. Они проиграли походу. И наверное все-таки Атлетика. Сейчас мы глянем. Да, как ни странно. В дерби Мадридском победил Атлетика на выезде. Кстати, 2-1. Так что Атлетика набирает свои очки. А вот Реал теряет позицию на третью строчку. Вот как он и был и становится. Изменим в расписании. Давайте посмотрим. Призов фонд 60 тысяч евро нам добавили. И мы с кем, я не понял. Кубок Испании у нас будет, друзья, против Мадридского Реала. Полуфинал. И вы посмотрите просто, что это вообще сейчас будет. Бетис, Реал, Китафи, Эйбарно, потом Наполе, потом Реал. В чемпионате Реал снова кубок. Просто 2 дня между Эль Классико. Я сейчас не знаю. Я, наверное, все-таки вот доиграю против Бетиса. Там мы вот сыграем вот это вот на следующем выпуске. Потом мы сыграем Наполе, Реал, Реал, наверное. И в следующем уже там 4, наверное, сыграем против вот эти вот все. Там Наполе добьем. Играем первым составом против Бетиса. Я сейчас не знаю даже, каким составом здесь лучше играть. Давайте опять вторым, потому что там дальше у нас кубок Испании. Я надеюсь, у меня второй более-менее сейчас готов к Бетису, раз они уже сыграли. Ну, потому что там против Реала будет тяжело нам играть. Абсолютно так же, кстати, играем на выезде. Снова дождь. Поехали. Очередной у нас матч против Бетиса. Снова на выезде. Снова плохая погода на стадионе. Мы обыграли их в кубке 2-0. Поэтому сейчас тем же стам мы выходим. Посмотрим, как они сыграют в чемпионате. И Чалов хорошо проходит. Это 1-0. 36-ая минута. Федор Чалов снова забивает Бетису. Теперь уже в рамках чемпионата. И это уже седьмой гол Федора Чалова в чемпионате Испании. Минимальная победа Барселоны над Бетисом. Второй раз мы их обыгрываем подряд. Тяжело было играть уставшим. Тем более еще и вторым составом против Бетиса. Но Федор Чалов все-таки все равно забил гол свой. И становится лучшим игроком. По ударам с этим створом равенство было в этом матче. Барселон не проигрывает уже сколько? 23 матча. Это неплохо. Средоточимся на следующем матче. Это был трудный матч. Простых игр не бывает, но действительно. Рейтинг 93. Спасибо, что вернули в команду у МТТ. Мы тебя оттуда и не убирали. Проведем тренировку. Надеюсь, что кто-нибудь... Так, травму там все-таки, да, получил? Нет, почему тогда? Никто не качается. Кто тут вообще стоял-то? Еще без понятия, кто стоял. Пусть трештегин качается. Я не понимаю, сейчас поставил номер анчок 81. Прокачался. Неплохо. У нас сразу же в следующем выпуске начинается с Derby. Это Реал-Барселона. Ну и потом на этом мы остановимся. Проведем там конференцию в следующем выпуске. Реал-Хитафи-Эйбар будет в следующем выпуске. Потом Наполи-Реал-Реал. Ну и поза следующем. Вот так будет уже концовка Лиги Чемпионов 1-8. Ответный Майк против Наполи. Ну и все. Спасибо большое, друзья, вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok